15 раз в этом году троллейбусное депо МИАСА проводит конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов. В этом году соревнования за звание самого лучшего водителя многотонной машины приурочили к 30-летнему юбилею предприятия. Конкурс дает следующие бонусы. Надбавка к заработной плате в течение года после победы в конкурсе. Первые семь победителей повышают свою классность. Первое место едет в город Ежевск на проведение всероссийского конкурса. Мы работаем с пассажиром. Наша задача – безопасность движения. И этот конкурс дает возможность повысить профмастерство водителей, потому что они начинают готовиться и совершенствовать свои навыки. Чтобы они вспомнили правила дорожного движения. Но я думаю, это все идет на пользу нашим пассажирам, на безопасность на дорогах нашего города. Практическое задание состоит из двух заданий. Это вождение и приемка троллейбуса. На приемке троллейбуса водитель обязан знать, что входит в экипировку, с какими неисправностями не имеет права выезжать троллейбус на линию, в каком состоянии транспорт должен выезжать на линию. А второй этап – это вождение. У нас сделана разметка на веере, они должны пройти фигуры, стрелка, кривая, канава, остановочный пункт, змейка и линия стоп. В итоге лучшим признан Эрик Тетенев, на втором месте – Александр Маланин, третье место – за Олегом Борудкиным. Победитель соревнований теперь отправится на федеральный этап в Ижевск, получит ежемесячную прибавку к зарплате в размере 2000 рублей сроком на год и присвоение первого класса мастерства. За второе место прибавка 1500 рублей, за третье – 1000 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok